МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Еще один важный социальный объект в Гонхалке по поручению Рашида Тимрезова начато строительство детского сада. Сегодня глава Карачаева-Черкесия Рашид Тимрезов провел рабочее совещание с главами Усть-Жгутинского, Прикубанского, Адыгихабльского и Зеленчукского районов по вопросу улучшения водоснабжения сельских населенных пунктов. В ходе совещания речь шла как о реконструкции старых труб, так и о строительстве новых водопроводных систем, подачи и очистки воды. Глава Карачаева-Черкесии обратил внимание на заблаговременную подготовку проектно-сметной документации на объекты водоснабжения, а также на межрайонное взаимодействие в вопросах строительства самотечных водопроводов, связывающих несколько районов. Также обсуждались вопросы взаимодействия руководителей муниципалитетов с управлением мелиорацией земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Карачаево-Черкесии по вопросам улучшения качества подачи воды в сельские населенные пункты. Сегодня Всероссийский день семьи, любви и верности. Празднует его в день памяти покровителей христианского брака святых супругов Петра и Февронии. День семьи и любви отметили сегодня в Карачаево-Черкесии. Главными героями торжества стали семейные пары, прожившие вместе 50-е и более лет, а также молодожена. Секреты семейного успеха выясняла Мадина Каракетова. Цветы, шампанское, оркестр – сегодня все для них. Тех, кто своим примером показал, что любовь и счастье существуют. Десятки супружеских пар, прошедших через все перипетии жизни и сумевших сохранить самое главное – любовь и взаимопонимание, собрались в зале торжеств. Обращаясь к ним, председатель Народного собрания Карачаева-Черкесии Александр Иванов подчеркнул роль семьи в обществе. Карачаева-Черкесия особенно сильны традиции семьи. У нас за первые полгода текущего года образовалось более тысячи молодых семей. Мы лидируем по количеству межнациональных браков по всей стране. Поэтому для нас, конечно, семья – это то, что стоит на первом месте. Всем семейным парам, приглашенным на торжественный прием, Александр Иванов вручил медали «За любовь и верность». А они, в свою очередь, жили молодым семьям и тем, кто только собирается вступать в брак, беречь эти два главных чувства. Именно они сопутствуют вот уже 67 лет Марине Ивану Тетеринам. На мой взгляд, главный критерий семейной жизни, сплоченности – это взаимопонимание. Надо обязательно сдержанность иметь, выдержку, если даже где-то и что-то так, ну, как-то обойти так лаской условно лучше, чем поругаться. История знакомства – самая банальная она. Бухгалтер в Псышской МТС, а он – тракторист, герой войны, увешанными медалями. Пришел с отчетом о деятельности тракторной бригады, а оставил в кабинете бухгалтера сердце. Тетерина воспитали двоих детей. Сегодня несчастливая бабушка и дедушка пятерых внуков, которые подарили им 13 правнуков. Звучат фамилии именно образцовых семейных пар. Среди них – Рабият и Асан Унаджевы. В любви и верности живущие 53 года. Главный успех, я считаю, это взаимопонимание, любовь и, конечно, согласие и поддержка друг друга. Воспитание детей на добрых своих примерах. Мы довольны своей жизнью. Дай Бог здоровья всем остальным, чтобы вот таким мы жили и праздновали свое достойное долгожительство. Яркий пример крепкой семьи Леля и Асман Бюковы. Их стаж совместной жизни – 61 год. Четверо детей, 11 внуков и 12 правнуков. Подарок судьбы за терпеливость и взаимопонимание. Всероссийский праздник – День семьи, любви и верности – появился благодаря муромскому князю Петру и его жене Февронии, которые жили в 13 веке. Они стали образцами супружеской верности, взаимной любви и семейного счастья еще при жизни. И, по легенде, умерли в один день – 8 июля 1228 года. Их тела, положенные в разных местах, чудесным образом оказались в одном гробу, что сочли чудом. У молодоженов Мусы и Розы Дудовых свой яркий пример крепкой семьи – родители главы семейства Хамита Келемат, которые вместе 62 года, воспитали 12 детей, а сегодня радуются 40 внукам и 10 правнукам. То, как они относились друг к другу с пониманием, с прощением, с терпением, я помню их еще молодыми, и как со временем они отдавали свое тепло, свои силы нам. Дай Бог всем людям, всем молодым семьям того понимания, той любви и того тепла, который на своем примере показали нам наши родители. Для Мусы и Розы Дудовых день семьи, любви и верности – второй по значимости праздник после дня свадьбы. А медаль за любовь и верность, которую им также вручили на торжественном приеме, супруги считают авансом и добрым знамением. В адрес самых крепких семейных пар в этот день звучали самые теплые слова. И они, в свою очередь, желали молодым брать с них пример и ценить жизнь и тех, кто рядом. Еще одно хочу попросить моих друзей, чтобы мы своим детям, своим внукам, внучкам передавали, чтобы Карачаева Черкесия жила дружно. Никаких стычек, чтобы не было. Передайте всем своим детям. Всех гостей торжественного приема поздравили самые маленькие жители республиканской столицы, подарили им цветы и свое творчество. Мадина Каракетова, Мухаммед Ашибоков, Вести Карачаева Черкесия. Торжественное мероприятие, посвященное Дню Семьи, прошло сегодня и в Усть-Джигуте. Собравшихся поздравили представители духовенства и местной администрации, а лучшим семьям вручили грамоты и ценные подарки. С подробностями Али Баташев. Семья для нас – это самое дорогое, что Бог нам подарил. Я хочу пожелать, чтобы вы всегда жили дружной семьей. Символ Дня Семьи, Любви и Верности – ромашка. Эти цветы наряду с счастливыми лицами детей и родителей создавали атмосферу праздника. После ярких выступлений детского вокального ансамбля «А-класс» и других творческих коллективов, собравшихся поздравили представителей местной администрации и районного ЗАГСа. Я всех поздравляю с праздником. Праздник – это очень светлый, веселый, хороший, добрый. Я желаю, чтобы в каждой семье, не только у Жигутинского района и всей Карачаево-Черкесии, всегда было тепло, уютно, радостно, чтобы дети всегда радовали своих родителей, чтобы у нас всегда было благосостояние во всех семьях, а всем присутствуем. Я желаю, чтобы вы всегда уважали своих родителей, потому что от них зависит благополучие каждой семьи. В этот день почетные грамоты и ценные подарки получили лучшие семьи района. Хаджи Гагуев и его супруга вместе уже полвека. Взаимопонимание, любовь, а также четверо детей и восемь внуков – достойная награда счастливой семейной жизни. Познакомили где-то, посредили. А где, на танцах или где-то? На конкурсах, на танцах. Познакомили и живем пока очень хорошо, мирно. Не было никакой споры, скандал не был. Пока будем жить хорошо. Думаем, хорошо и дальше жить. До 100 лет. Мне 84 лет сейчас. А ей сколько? А ей? 75 лет. 75 лет. Она же молодая. Она будет. Ну, вы также крепко любите, да, друг друга? Ну, пока, слава Богу, ухаживаем друг друга, любим. Все, кто пришел на праздник, могли посетить выставку творческих работ художественных школ района, а также поучаствовать в увлекательных конкурсах и викторинах. Али Баташев, Рашид Токов, Вести Карачаева, Черкесия, Уджигутинский район. И вот о чем мы расскажем во второй части нашей программы. Еще один важный социальный объект в Иконхалке начато строительство детского сада. Во имя благоверных святых Петра и Февронии в поселке Московский заложили капсулу под строительство храма. Состояние здоровья граждан Украины, находящихся в Домбае, Роспотребнадзор проводил проверку условий проживания и здоровья беженцев. Об этом через несколько минут. Оставайтесь с нами на канале Россия. Не хватает денег? Позволь себе больше! В поиске с 4 по 18 июля воспользуйтесь рассрочкой на все товары. Рассрочка предоставлена ОАО «Альфа-Банк». Лицензия Банка России 1326. Поиск. Мы всегда с вами. Металлопластиковые и алюминиевые окна, двери, витражи и раздвижные системы от фирмы «Виталпласт» – редкое сочетание качества и традиций. Мы превращаем технологию в выгодную сделку всегда и везде. «Виталпласт». Город Черкесск. Ульца Кочубея 180. Телефон в Черкесске. 27 0901. Открылся новый магазин «Мир обоев». Широкий ассортимент обоев от разных производителей. Жидкие обои, декоративное панно, багеты, карнизы для штор и многое другое. Ждем вас по адресу. Город Черкесск. Улица Ставропольская, 97. Магазин «Мир обоев». Не хватает денег? Позволь себе больше! В поиске с 4 по 18 июля. Воспользуйтесь рассрочкой на все товары. Рассрочка предоставлена ОАО «Альфа-Банк». Лицензия «Банк России» 1326. Поиск. Мы всегда с вами. Карачаево-Черкесия. Один из лидеров в стране по ликвидации очередей в детские сады. По поручению главы республики в ауле Икон Халк ведется строительство детского сада «Эль-Нур». Общей площадью 2000 квадратных метров. Из Ногайского района репортаж Халка Чиевой. В ауле Икон Халк последние годы наблюдается естественный прирост населения. Малышей дошкольного возраста в населенном пункте более 500. Детей же старше двух лет, которым могут пойти в детские сады 367. А в ауле действует до дно дошкольного учреждения «Радуга», которое посещает 115 ребятишек. Большое спасибо главе республики Темрезову Рашиду Бориспиевичу, что он понял, он был у нас в детском саду, видел, в каких условиях, где мы находимся. И по его указанию это делается, я это точно знаю. Вот началось у нас строительство детского сада. И, конечно, здесь я хочу отметить еще главу, вот молодого главу нашего района, Киритова Энвера Рамазановича тоже. Вот он каждый день беспокоится, каждый день он приходит, бывает вот на строительство этого детского сада. Строительство второго детского сада на 150 детей в Икон Халке идет полным ходом с учетом современных требований и использованием новейших материалов. Работы ведет подрядная фирма «Стройком». Производство работ ведется в сроки, улаживаемся, даже опережаем график. Два блока вывели на ноль, третий корпус сейчас полы техподполья зальем и плиты положим, тогда уже ноль пол на все выведем. Строительство важного социального объекта стало возможным благодаря реализации федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий 2014-2017 и до 2020 года». Этот проект, который успешно работает в республике, в целом направлен на решение проблем сельской местности. А Карачаево-Черкесия, как известно, является аграрным регионом. Детский сад нужен, там детский сад есть у нас, но дети еще рождаются много, молодые, вон свадьбы, в прошлом году столько свадеб было. У меня четыре сына, вот женятся, я прямо радуюсь, думаю, вот внуки пойдут, буду водить недалеко. И вообще думаю, что детский сад – это очень нужная вещь. С его вводом полностью снимется вся очередность, которая есть в этом населенном пункте, что, естественно, даст определенный эффект для людей. Люди освободятся от рабочей уроки, дети будут получать подходящее педагогическое воспитание, более подготовленными пойдут уже в школу. И я еще раз повторюсь, изменится вообще социальная жизнь в сельском населенном пункте. Подрядчики не ограничатся строительством фельдшерско-кушерского пункта и детского садовой конхалки. В планах улучшить всю инфраструктуру поселения, что в конечном итоге повлияет на повышение качества уровня жизни сельских жителей. По поручению главы, ко всем новым объектам социальным, которые строятся, дороги будут ремонтироваться. Там, где нет дорог с твердым покрытием, вот эта дорога, которую мы здесь проехали, сегодня находится в таком состоянии. Она будет полностью заасфальтирована, чтобы, опять-таки, людям было удобно. И люди с радостью ушли в этот новый объект. В соответствии с проектом, в здании детсада будут предусмотрены все необходимые помещения для шести групп малышей, работающего персонала, в том числе и медицинского, а также помещения для приготовления пищи. Дошкольное учреждение распахнет свои двери в апреле следующего года. Алла Качиева, Лебостанов, Вести Карачаева, Черкесия, Ногайский район. Сегодня в поселке Московском Усть-Джигутинского района состоялась закладка капсулы под строительство православного храма. Новая церковь во имя благоверных святых Петра и Феврония будет построена неподалеку от въезда в населенный пункт. Чин закладки камня совершил архиепископ Пятигорский и черкесский феофилакт. Храм рассчитан на 100 человек. Он будет построен из камня в стиле древнего русского зодчества. И членам православной общины поселка не придется ездить в Усть-Джигуту для участия в богослужении, говорили участники мероприятия. Дай Бог всем миром, всей надеждой, всеми стараниями, всех людей создать этот храм, построить его и жить в мире надежды и любви. С праздником всех вас, дорогие земляки, дорогие братья и сестры. От всей души поздравляю. И в этот праздничный день особые слова благодарности адресую главе нашей республики Рашиду Борисбевичу Тимрезову, депутатскому корпусу, парламенту нашей республики за поддержку тех добрых национальных традиций, инициатив, которые мы всегда ощущаем в нашем доме, в нашей любимой, Богом хранимой Карачаево-Черкесии. С праздником всех вас! С закладкой камня храма, будущего храма в честь святых князей Петра и Февронии мы не просто отмечаем и поддерживаем значимость этого праздника. Есть смысл и есть повод задуматься о том, что традиционные ценности, семейные ценности это часть нашей культуры, народов России. И в эпоху глобализации, в эпоху, когда под сомнение ставятся очевидные, казалось бы, истины, я думаю, что для нашего народа, для российского народа, эти проблемы пока не актуальны. И свидетельством этому наш любимый праздник, праздник семьи и семейного счастья. Чужой беды не бывает. Жители республики продолжают оказывать поддержку украинским беженцам. Не остался в стороне и коллектив филиала «Газпром Межрегион Газ Пятигорс» в Карачаево-Черкесии. Газовики организовали сбор денежных средств для оказания гуманитарной помощи. Руководитель Домбайского пункта временного размещения Ерол Абайханов выразил признательность руководству в лице директора Руслана Арашукова и всему коллективу филиала «Газпром Межрегион Газ Пятигорск» в Карачаево-Черкесии. На собранные сотрудниками компании средства были приобретены продукты и предметы личной гигиены, детские и другие необходимые вещи. Сотрудники Роспотребнадзора Карачаева-Черкесии проверили состояние здоровья и условия проживания граждан Украины, находящихся на территории пункта временного размещения в Домбайе. За время пребывания среди приезжих зарегистрировано 13 случаев инфекционных заболеваний. 7 из них у детей, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Карачаево-Черкесии. Выявлен один случай фолликулярной ангины и 12 остро-респираторно-вирусной инфекций. Всем больным оказана необходимая помощь. Санитарно-эпидемиологическую обстановку сотрудники Роспотребнадзора Республики оценивают как благополучную. Люди, которые прибыли к нам, беженцы, они все перенесли стрессовую ситуацию. Все они какое-то время, длительное время проживали в неблагоприятных санитарно-эпидемиологических условиях. И есть еще одна особенность, которая характерна для граждан Украины. То есть они имеют очень низкий уровень иммунизации. На Украине иммунизировано около 30-40% населения, в то время как население Российской Федерации более 90%. На случай, если вдруг возникнут какие-то проблемы, какие-то инфекционные заболевания, беженцы на месте пункта временного пребывания имеется запас вакцин от кури, от гепатита. Имеется запас антибактериальных препаратов, противовирусных средств и запасами дезинфицирующих средств. Также этот пункт обеспечен на 100%. На базе Северокавказской государственной гуманитарной и технологической академии введен в действие Центр содействия и укрепления здоровья обучающихся и воспитанников образовательного учреждения. Смотрите подробности. Центр выступает в качестве учебной и практической базы для организации, практики и практических занятий для студентов Медицинского института Академии и слушателей института повышения квалификации и дополнительного общего и профессионального образования Северокавказской государственной гуманитарно-технологической академии, практикующих врачей. На базе медицинского центра проводят обучение по дополнительным образовательным программам повышения квалификации врачей с последующей сдачей сертификационного экзамена. Медицинский институт нашей академии имеет две серьезные клинические базы. Это городская клиническая больница и республиканская клиническая больница. И вот мы планируем этот медицинский центр вплести в учебный процесс подготовки медицинских кадров. И я думаю, что определенная часть наших учащихся в медицинском институте, одной из базы практик мы сделаем, вот наш собственный медицинский центр. Уже состоялась сдача сертификационного экзамена специалиста и выпуск слушателей, прошедших обучение по дополнительной образовательной программе повышения квалификации в объеме 144 часа. Также центр призван оказывать медицинские услуги населению города и республики. Основным направлением нашего центра является медицинская помощь студентам, сотрудникам технологической академии. Также мы проводим медицинские осмотры на владение оружием, управление транспортным средством. У нас принимают высококвалифицированные врачи, доктора наук, кандидаты наук. Также на базе медицинского центра в дальнейшем планируется обучение и прохождение практики студентам медицинского факультета СКГТА. Валерия Дагужиева, Алибек Кишеров, Вести, Карачаево, Черкесия. И последнее. Министерство здравоохранения Карачаево-Черкесии предлагает целевые бюджетные места интернатуре. Кубанский государственный медицинский университет, Ставропольский государственный медицинский университет, Ростовский государственный медицинский университет, Астраханский государственный медицинский университет, Черкесск в ординатуру, Кубанский государственный медицинский университет, Ростовский государственный медицинский университет, Северо-Западный государственный медицинский университет. По всем вопросам обращаться в Министерство здравоохранения Карачао-Черкесии, кабинет 122, телефон 25 53 26. Это вся информация на этот час. Я благодарю вас за внимание и пусть в ваши дома приходят только добрые вести. Будьте с нами и до встречи. По сообщению синоптиков, завтра в Карачао-Черкесии ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. В отдельных районах сильный с градом. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. При грозе порывы 13-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью 11-16, днем 21-26. Местами в горах ночью плюс 6-11, днем 15-20 градусов тепла. В Черкесске переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. При грозе порывы до 13-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14-16, днем 24-26. 11 июля на канале Россия 1 в 18.35 смотрите программу ГТРК Карачаева-Черкесия «Мелочи жизни», в которой речь пойдет совсем не о мелочах. Обзоры, комментарии, мнения аналитиков и политологов о самых важных и актуальных аспектах политической и экономической жизни Карачаева-Черкесии. В пятницу вечером. Не пропустите! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова